Анонимный опрос среди российских предпринимателей проводят по всей стране с 2016 года. Цель – выявить антикоррупционные настроения в обществе и дать оценку политике государства по борьбе с коррупцией. На вопросы анкеты представители бизнеса отвечают два раза в год. При этом проблемы остаются практически неизменными. Получение справок, разрешений, санитарно-пенологический надзор, природоохранная сфера, вывоз ТБО, подключение к электрическим сетям. То есть вот эти направления ежегодно отмечаются бизнесом как направления, содержащие какие-то коопционные проявления, с которыми бизнесмены сталкиваются при получении, как я уже сказал, справок, разрешений, надзора и так далее. Также в числе самых коррумпированных сфер эксперты называют госзакупки. При этом коррупция принимает все более завуалированные формы. Вместо взяток предпринимателям навязывают платные услуги через аффилированные компании. По итогам опроса почти четверть предпринимателей регулярно сталкивается с проявлениями коррупции. Респонденты отметили, что в их регионах при ведении бизнеса повсеместно используют связи с нечистыми на руку чиновниками. А вот на вопрос, как победить коррупцию, более половины опрошенных ответили путем ужесточения наказания. Должна быть неизбежность наказания. Если будет неизбежно, это все просто одним разом закончится. Сейчас пока нет неизбежности. Это надо найти, выявить. Торгово-промышленная палата нашего региона подготовила ролик, направленный на воспитание нетерпимого отношения бизнеса к коррупции. В федеральном конкурсе ТПП России эта работа заняла первое место. Иногда взятка представляется самым простым и коротким путем решения проблем. Я против коррупции. Я считаю, что нельзя давать другим решать за тебя. Мне просто надо быть уверенным в том, что ты делаешь. И я точно знаю, что другой путь есть. В последнем опросе «Бизнес-барометр коррупции» приняли участие 500 предпринимателей из Владимирской области. Они отмечают, что главные условия для развития бизнеса – честные и прозрачные правила игры для всех. Татьяна Гордеева, Андрей Беляков, Губерния, 33.